В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Сегодня мы решили уступить новости как таковые коллегам и подготовили два спецрепортажа. Они никоим образом не связаны друг с другом и интересны в первую очередь тем, что оказаться в эпицентре подобных событий может абсолютно любой. Смотрите в программе. Если друг оказался вдруг, кому выгодно распускать слухи о деятельности сети компании «Медком» и кто на самом деле выдает липовые справки? Война дворов, как один единственный забор, довел до мордобоя старых соседей. Одни любуются благоустройством, другие собирают документы о нарушении прав. На современном рынке товаров и услуг столько предложений, что удержаться среди конкурентов и не ударить в грязь лицом перед потребителями бывает очень непросто. Тут у каждого свои методы борьбы за кусок пирога и место под солнцем. В последнее время вышел целый ряд нелицеприятных статей о деятельности сети клиник «Медком». Будто и врач у них один за всех, и лаборатория в центре на 5-й оптовой продовольственной базе. И справки они выдают всем подряд, независимо от диагноза. Серьезные заявления, учитывая огромное количество людей, которым выдаются справки только на управление транспортным средством. Мы решили провести свое небольшое журналистское расследование и наведаться в так называемые цитата «Рассадник болезни и эпицентр странностей и безобразий». Конец цитаты. К нашему немалому удивлению, никто в клинике «Медком» не воспринял этот визит враждебно. Наоборот. Нам как бы есть что сказать, в общем-то, и мы не боимся ничего, ни любых проверок, ни корреспондентов, ничего. Главное, чтобы это было честно все изложено. Сеть клиник «Медком» на рынке не первый год, и потому особенно удивительно, что сразу несколько доброжелателей, в кавычках разумеется, решили с помощью СМИ рассказать о своих сомнениях по поводу компетентности врачей. Кстати, мы нагрянули неожиданно, и первое, о чем попросили, провести по кабинетам тех специалистов, которые были на местах. Экскурсия заняла не менее получаса. Это несколько десятков врачей, и есть соответствующие документы, которые позволяют некоторым из них действительно работать по нескольким профилям. Я горжусь тем, что когда мы подбирали наши кадры, все врачи, в принципе, уже с богатым опытом работы, не только в амбулаторном поликлиническом звене, но и в стационарном. И плюс ко всему прочему, ряд наших врачей-специалистов являются преподавателями или Рязанского медико-социального колледжа, или Рязанского государственного медицинского университета. Проверки действительно были, сообщают врачи и учредители. Момент сам по себе неприятный, но нарушения-то в итоге не нашли. Весь анонс проверок у нас выдает новая газета. Она сегодня пишет, завтра будет прокуратура, приезжает прокуратура, завтра будет АБЭП, приезжает АБЭП, завтра придет СЭС, приходит СЭС. А вот вопрос, почему на якобы противоправную деятельность медкома не реагируют контролирующие управления, мы задали сначала сотрудникам Роспотребнадзора. Недели полторы ждали официального ответа на обращение и в итоге услышали, что подобных жалоб на медком к ним не поступало. А специалист может дать только общую информацию о том, как оно не должно быть. Это отсутствие информации, необходимой для потребителя на стендах медучреждения, на сайте медучреждения, который необходимо иметь каждой медицинской организации, предоставляющей платные медицинские услуги. Также незаключение договоров или неполные сведения о всех условиях и данные, которые необходимы, чтобы были в договоре наказания платных медицинских услуг. Лицензии, стенды, сертификаты и дипломы в медкоме на месте, в открытом доступе. Даже администраторы имеют медицинское образование, не говоря уже о врачах. Имеется и дневной стационар, и клиническая лаборатория по поводу местонахождения, в которой было столько разногласий. Значит, наша клиническая лаборатория имеет три помещения. По санопидзаключению мы прошли все согласования с Роспотребнадзором и с органами санопиднадзора. Каждый клиент клиники получает свой профмаршрут. С указанием кабинетов. Собственно, мы застали многих из них и не раз встретились в коридорах. Проверили наличие кварца и количество медикаментов. Все на месте. Так откуда же слухи? Ну, началось все с того, когда на наш рынок подобных услуг, которые оказываем мы, вышла еще одна из компаний, которая называется «Добрый доктор». Они, в общем-то, были, скажем так, у нас в друзьях, приходили к нам в гости. И одного из наших учредителей, они являлись друзьями, даже друзьями семьи. Вот. Это бывшие сотрудники органов внутренних дел. Один из них, Юрий Турищев. Один из них, Семкин, был представителем Следственного комитета прокуратуры. И третий их учредитель – это бывший медик, руководитель одной из государственных структур, Панин Олег. По словам Владимира Литовкина, все, что желтая пресса говорит о клиниках Медком, относится к доброму доктору, который настолько добр, что, несмотря на отсутствие как таковых врачей комиссии, выдает справки всем подряд. В частности, с мая 2012 года несуществующий врач-психиатр Демин фиктивно производил прием граждан, а подпись за него ставил совершенно другой человек с фамилией Судовых. Примерно год все, что люди, которые прошли комиссии, как в самой компании «Добрый доктор», так и в компании, куда они делали выезды, то есть где фигурирует фамилия Демин Виктор Ильич, то есть можно говорить откровенно, что человек такого не существует, и, в принципе, все одурачены, по большому счету, этой ситуацией. Нам достоянно известно, поскольку в этой компании был еще один учредитель, который занимал, скажем так, в МВД определенный пост, он достаточно честный человек, который, понимая, что будет происходить в организации, по большому счету, просто распрощался с ним и ушел. Вот информация также достоянно поступает от других лиц, которые работали в «Добром докторе», то есть информация достоверная, которую можно легко проверить. Легко можно сделать запросы в ГИБДД, где имеются копии справок, выданных «Добрым доктором». Можно сделать запросы в лицезионную систему ОВД, где также имеются справки на оружие из «Доброго доктора», и где стоят печати как бы этого врача, и ясно, что как бы это липо. Промелькнула в прессе и неприятная информация о том, что Владимир Литовкин пользуется своими прошлыми связями. Все-таки целых шесть лет занимал кресло ведущего юрисконсульта в мэрии. Но этот вопрос только вызвал улыбку нашего собеседника. Никакого доступа ни к чему я не имел. Приватизировать я ничего не мог. То, что они пишут в газетах, это абсолютно нереально. Причем они пишут, что я на свое имя приватизировал и как-то забрал у города помещение на Пожалостиное. Оно построилось через 15 лет после того, как я там уже закончил работать. К счастью, говорят сотрудники сети клиник «Медком», уж от грязи никак не повлиял на количество постоянных союзников и клиентов. А ведь это не только частные лица, имеющие дело с транспортом, оружием и продуктами, но и целые предприятия и учреждения, которые не считают выданные справки липой. Самое важное для нас, чтобы вот такие подобные клиники, как их, чтобы не бросили цены на все остальные. Потому что все остальные конкуренты, мы с ними общаемся постоянно, как-то меняемся каким-то опытом, ведем с некоторыми даже общую базу людей, которые пытаются пройти, но имеют противопоказания. Поэтому мы с ними сотрудничаем. Мы как сотрудничаем, скажем, общаемся. Это добросовестные конкуренты. Мы сделали еще один запрос в Министерство здравоохранения Рязанской области и пока не получили никакого официального ответа. По нашим данным, в регионе насчитывается 13 частных медицинских центров. По мнению экспертов, вопросы могут возникнуть к деятельности любого из них. Проблема носит системный характер. Действующее законодательство просто не успевает меняться вслед за динамичным рынком подобных медицинских услуг. Решение должно быть как минимум комплексным. Изменения в нормативных актах, проверка правоохранительными и надзорными органами неформально, а по существу, усиление контроля за деятельностью медицинских центров и введение обязательного извещения лицензирующего органа об изменениях в составе медкомиссии. Подводя итог всему вышесказанному, добавлю, если сегодня мы задели чьи-то интересы или вам тоже есть что сказать, милости просим в нашу редакцию. Каждый имеет право быть услышанным. Сегодня по городу достаточно много новостроек, которые сразу претендуют на свою личную дворовую территорию, огораживая газоны, детскую площадку и парковочные места с железным забором. А почему, собственно, нет? Но если новоделам такая обособленность прощается, то в остальных домах разгораются нешуточные страсти с появлением каждого нового замка. Живой пример – дома на улице Интернациональной. Задача. Дома А, Б и В много лет стояли в одну линию. На одной общей территории парковали свои автомобили, вместе выбрасывали мусор и жили, как им казалось, неплохо, пока жильцы дома на Интернациональной В не отгородились забором. Безобразие. Не согласны в тигаристике? Ну нет, конечно. Сейчас рабочий день, а машин достаточно много. То есть нет возможности подъехать к скорой помощи пожарным машинам. На законы в этот день ссылались часто, вспоминая то земельный кодекс, то ряд статей. Но администрации прокуратуры только разводят руками и отправляют несогласных в суд. Опираются на решение общего собрания. Этим, так сказать, махают перед всеми службами, которые нас проверяли. Уже к концу дебатов все чаще в возмущенных жалобах мелькает имя некой Жанны Александровны Даниловой. По словам противников забора, это она чуть ли не насильно заставила целый дом жить по своим правилам. Звоним ей самой и назначаем встречу на следующий день. И вот что удивляет, в отличие от первого раза о приезде съемочной группы жильцам специально не сообщали. Но каждый, кто проходил мимо, счел своим долгом сделать замечание. Что только с появлением забора эту территорию без стыда можно назвать дворовой. У меня двое детишек, вот, и гулять у нас совсем небезопасно раньше было, потому что, выходя из подъезда, мы смотрели по сторонам, как бы нас не шибли. Потому что было уже пару ситуаций, и на велосипеды наезжали, и просто люди не останавливались, смчались сквозь наш двор. Это не те жильцы, которые живут в нашем доме. А вот и сама Жанна Александровна. Вот сейчас вы видите, двор, он почти полупустой, да? До этого момента, когда не стоял забор, здесь ни днем въехать невозможно, не говоря уже о вечернем заезде. Не разгрузиться, не выгрузиться. Собственно, это и стало главной проблемой для жильцов двух других домов. Они-то вынуждены ютиться у себя во дворе. Бабушки сетуют, что уже приходилось просить встречать скорую помощь. Лично они не стали платить за пульт отворот. Но дверь подъезда, а значит и квартиры тоже с домофоном. То есть нажал кнопку, открылась калитка. Зашел внутрь, еще одна кнопка и проедет КАМАЗ, не то что скорая. Мы жили дружно более 10 лет, 16 лет наш дом. И за один какой-то момент мы стали все врагами. Те, кого забор устраивает, приводят свои доводы. Например, из девяти мусорных контейнеров, которые пополняла вся округа, остались положенные два. Там, где не было ничего, высаживаются молодые деревца. А скоро будут и лавочки, которые до этого постоянно то спиливали, то ломали. Вы видите, что у нас сейчас находится забор, который ремонтирует один из жителей нашего подъезда. Это Антифоров Валентин Григорьевич. У нас два года подряд живут вот здесь вот в кустах бомжи. Вот, также у нас собирается здесь постоянно молодежь, потому что здесь очень удобно сидеть. Здесь их никто не гонял. У нас соседи уже устали вызывать милицию. Просто это было каждый день. Мат-перемат, наркотики, пьянки, все остальное. Но оппоненты и в этом не видят проблемы. Даже если приходили бомжи, они переспят, они днем не тут не бегают. А если кто-то сидит и выпил что-то, это в любом и каждом дворе. Надо сказать, мы без труда увидели и список подписей и суммы, которые жильцы добровольно внесли на благоустройство. А поскольку не юристы отправились с документами к эксперту, так законно или нет? Судя по документам, которые я увидел, люди цивилизованно провели общее собрание многоквартирного дома, приняли решение об ограждении того земельного участка, который на законных основаниях перешел в пользование данным жильцам. Если есть разрешение, это на законных основаниях установлено, говорить о том, что это плохо, это неправильно, это незаконно, это не основано на законе. Чего хотели, добились. В подъездах чисто цветы, картины, даже занавески. Чужие просто так не зайдут. Что касается видеонаблюдения, то в век интернета это проще простого. Заходи и смотри онлайн. Каждый обитатель дома имеет на это право. Вопрос в том, что, возможно, не все умеют это делать. На самом деле ситуация абсолютно рядовая. Людям постарше трудно понять и принять, что за порядок сегодня нужно добровольно отдавать свои же деньги. К слову, продублировать те же ключи или пульты вопрос 10 минут. А по поводу недовольства, что ограничили свободу передвижения жителей других домов, оспорить, конечно, возможно, через суд. Но этот сугубо русский принцип для вас везде полка о двух концах. В ногу со временем бывает жить непросто, но, двигаясь к своей цели, нужно как минимум уважать тех, кто уже добился определенных успехов. На сегодня все. До встречи.